Доброго времени суток, уважаемые коллеги. С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию видеообзор по техническому анализу основных валютных пар. Рассмотрим валютные пары с евро, британским фунтом, японской иеной, канадским долларом и австралийским долларом. Сегодня 20 января 2020 года, понедельник. Начало новой рабочей недели. Традиционно понедельник слабоволатильный день. Больших движений в этот день обычно не происходит. Тем не менее, предлагаю попытаться обозначить возможные тренды и уровни на ближайшие пару дней. Традиционно начинаем с валютной пары евро-доллар. Итак, с момента последнего обзора здесь у нас произошла смена приоритета с восходящего на нисходящий, так как пара преодолела ключевой уровень на 1.11.11. Пара на прошлой сессии развить восходящий импульс так и не смогла, оказавшись ниже уровня 1.11.44 и снизилась ниже ключевой поддержки на 1.11.11. Это дало сигнал на смену приоритета с восходящего на нисходящий. И теперь, пока цена находится ниже уровня 1.11.11, сценарий на снижение будет по-прежнему в силе. Не исключен повторный тест сопротивления на 1.11.11, от которого я ожидаю отбоя и начала снижения к ближайшим уровням поддержки на 1.10.73, с вероятным продолжением до 1.10.25. Несколько похожая ситуация и по британской валюте. Здесь имеет место возможная смена приоритета с восходящего на нисходящий. На последней сессии пара достигла отметки 1.31.19, но не смогла пройти этот уровень, после чего начала снижаться. К настоящему моменту цена опустилась ниже разворотного уровня 1.29.94, что дало сигнал к началу нисходящей фазы тренда. Разумеется, не исключен возврат выше этого уровня, тогда смена приоритетного направления у нас не подтвердится. Но пока основной сценарий предполагает зеркальный тест от этого уровня и в случае удержания цены ниже, приоритет будет подтвержден с ближайшей целью для достижения в районе отметки 1.29.14. Также есть смысл обратить внимание на японскую иену, где динамика этой пары намекает на вероятность разворота и начала снижения. Скопление цены и сильное снижение волатильности в паре говорит о том, что участники ожидают триггеров для дальнейших действий и, как правило, обычно это приводит к развороту котировок. Данный сценарий еще окончательно не подтвержден. Ключевым уровнем здесь выступает отметка 110.25 и только в случае отбоя от него и формирования заходного импульса смена приоритета на снижение будет подтверждена. Первая цель при снижении находится в районе отметки 109.80. В дальнейшем при продолжении импульса второй целью для достижения ценой выступает уровень 109.18. Совсем уж скучно стало в паре с канадцем, где по-прежнему нет особых изменений. Пара находится в фазе консолидации, которая длится уже вторую неделю. На прошлой торговой сессии цена после отбоя от уровня поддержки в районе 1.30.34 отправилась к верхней границе диапазона на 1.30.75, который также сдерживает продолжение роста цены. Исход данного диапазона пока не определен, однако основной сценарий на снижение пока что остается в силе. Поэтому на текущий момент выход из диапазона ожидается по-прежнему вниз, пока пара находится ниже уровня 1.30.75. Целевыми уровнями при снижении выступают отметки 1.30.21 с возможным прохождением вплоть до предыдущего локального минимума на 1.29.61. Ну и наконец австралийский доллар. Здесь выход из диапазона все же состоялся вниз, что означает смену приоритета с восходящего на нисходящее. На прошлой торговой сессии цена опустилась ниже ключевой отметки на 0.6893 и после зеркального теста по всей видимости совершает отскок от нее. Поэтому основной сценарий предполагает окончательное закрепление ниже уровня 0.6893 и снижение к ближайшим уровням поддержки, расположенным на отметках 0.6855 и далее до 0.6804. И у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Это был обзор по техническому анализу от компании TechMill. С вами был Арман Бесимбаев. Всем удачи и профитных сделок. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok